Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. А снег идет, а машины стоят. На Мамайском перевале сегодня на несколько часов образовался затор. Почему городские службы оказались не готовы к снегопаду, выяснил сегодня мэр Сочи. К проверке привлекут и прокуратуру. Строительство многоэтажки на Волжской снова остановлено, а в интернете по-прежнему предлагают купить здесь квартиры. Есть порядок, будет детская площадка. В Сочи подводят итоги конкурса на лучшее благоустройство. Движение на Мамайском перевале сегодня открыли к 11 часам дня. Рано утром поток транспорта остановился из-за снега и ветра. Сегодня в горных и предгорных районах Сочи было затруднено движение транспорта. Основная причина затора – отсутствие у большинства водителей комплектов зимней резины. На Мамайском перевале для того, чтобы пропустить снегоуборочную технику, пришлось сначала усиленно поработать экипажем ДПС. Инспекторы ограничили движение и помогли застрявшим водителям выбраться из снежного плена. В штатном порядке движение было восстановлено к 11 часам. Уважаемые жители и гости города-курорта Сочи, рекомендуем вам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Позаботиться о личной безопасности и безопасности участников дорожного движения, при этом переоборудовав свой автомобиль на зимнюю резину. В целом же в такую погоду водителям советуют по возможности пересесть на общественный транспорт. На оценку неудовлетворительно оценил работу городских служб сегодня глава Сочи Анатолий Пахомов. Тема некачественного выполнения обязательств коммунальных и дорожных служб, а также структур, обеспечивающих безопасность движения на дорогах, стала одной из основных в повестке планерного совещания. Продолжит Рината Шипулина. Находясь в режиме повышенной готовности, а именно так, с учетом погодных условий, уже несколько недель работают все городские службы, утверждена обязанность выполнять решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня оперативно не сработали энергетики, коммунальные и дорожные службы. В ряде сел Лазаревского и Хостинского районов произошли обрывы линий электропередач. Порыв теплотрассы оставил без отопления завокзальный район. Стоял с утра и Мамайский перевал. Подобная ситуация недопустима, подчеркнул Анатолий Пахомов. К тому же причин для сбоя в работе не было. Энергетики не справились с поставленными задачами. Они не были организованы для быстрого реагирования в условиях, которые мы передавали. Передавали о том, что будет налипание снега. Ну и конечно по дорожникам, по федеральным, потому что Мамайка. Будем разбираться через прокуратуру. Жизнь города должна быть комфортной и безопасной, отметил глава курорта. Сбои, в частности в энергосистеме, недопустимы. К слову, Сочи один из городов страны, где лучшее энергообеспечение. Для устранения же аварии были направлены бригады. И к обеду сбой в системе устранили. Но ответственности, в том числе с энергетиков, это не снимает. Мы будем обращаться и в органы прокуратуры, и в судебные органы по вопросу подготовки сил и средств и выполнения решений КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям, по готовности к оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных ситуаций. Вопрос благоустройства и праздничного оформления города к новогодним праздникам также на контроле у мэра. Здесь недорабатывают отраслевые управления. До 23 декабря глава дал поручение полностью обеспечить декорирование курорта. Мы же занимаемся городом, у нас люди живут. У нас не должно быть такого, ни 40, ни 5 процентов не сделаны. У нас должно быть все сделано. И поэтому половина, которая сделана, она меня не устраивает. Навести порядок на улицах курорта, во дворах домов к новогодним праздникам предстоит в ближайшую субботу и горожанам. 24 декабря объявлен общегородской субботник. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Об их работе публично не говорят. Сегодня свой праздник отмечают сотрудники органов безопасности России. Еще его называют Днем Чекиста. В Краевом управлении ФСБ поздравили действующих офицеров и ветеранов службы. На мероприятии присутствовали губернатор, председатель законодательного собрания Края, руководители силовых структур. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. Новые условия настоятельно требуют от нас дальнейшей мобилизации усилий, повышения ответственности и профессионального мастерства. Уверен, что мы и дальше с честью будем выполнять возложенные нас президентом Российской Федерации, руководством ФСБ России задачи. Почетными грамотами и медалями офицеров наградил губернатор Края. Вениамин Кондратьев отметил слаженную работу органов безопасности и региональной администрации. А также борьбу с коррупцией. Благодаря управлению ФСБ на Кубани в этом году предотвратили ущерб на сумму больше 5 миллиардов рублей. Кроме этого, обезвредили подельников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Если мы сегодня говорим, что на территории края, слава богу, нету взрывов, нет терактов, это еще не значит, что они не планировались. Речь идет о том, что они вовремя были вскрыты и пресечены. И просто не дошло до конкретного приведения этой адской машинки в движение. Вот это тоже надо признать. И когда говорят, вам может быть везет, нам не везет. Просто здесь люди пашут. И пашут днем и ночью. Пяти с половиной миллионная Кубань может спокойно работать. Вот ваша служба, каждый из вас, в целом Управление ФСБ по краю, это опора безопасности и гарант благополучия нашего региона и всей страны. Я хочу от имени депутатов Законодательного собрания, от себя, я думаю, что и от жителей Кубани, выразить вам огромную благодарность за то, что 2016 год мы прожили спокойно. И очень надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Впереди у сотрудников ФСБ тоже много работы. Они будут обеспечивать безопасность на Кубке Конфедерации в следующем году и Чемпионате мира по футболу в 2018. Всероссийский форум казаков может пройти на Кубани в 2017 году. Такую идею предложили на отчетном съезде Кубанского казачьего войска, который прошел в Краснодаре. Продолжат наши краснодарские коллеги. Привозили лошадей и нас катали. Потом, после того, как покатали, нам выдавали погоны. Так в казачьей школе принимают в первый класс. Ко всем аутентичным атрибутам приобщают с детства. Казачья школа в Станице-на-Тухаевской одна из первых на Кубани. В ней обучаются почти 300 мальчишек и девчонок. К программе классической школы добавлены такие предметы, как история православия, кубанского казачьего войска, обычаи, традиции казачества и, конечно, владение шашкой. Казачьи классы и казачьи школы – это первая ступень в новой системе обучения казаков на Кубани. Конечный этап – кадетские корпуса, которые должны готовить будущих атаманов. Именно от их профессионализма зависит, каким будет все кубанское войско, заявил на отчетном сборе его атаман. Вот именно на таких атаманов мы и должны опираться. Вот такие атаманы, которые не прилипают к своим креслам, которые ездят, которые организуют взаимодействие с местными властями, которые ездят по станицам и хуторам, которые решают проблемы и вопросы казаков. Вот такие атаманы нужны. Я очень горжусь, что на сегодняшний день приходит уже новая плеяда атаманов. Новые креативные атаманы. Атаманы, которым не безразлично, что будет завтра в его станице, в его хуторе. О роли казаков в жизни региона говорил и губернатор Краснодарского края. Сейчас больше половины выпускников казачьих кадетских корпусов уходят на военную службу и разъезжаются по всей России. А ведь такие подготовленные молодые люди – отличный потенциал для самой Кубани и не только в силовых структурах. Воспитывая казачат, мы должны обеспечить себе экономике Кубани, здравоохранению, медицине, образованию будущее. Поэтому здесь надо понимать то, что они должны вернуться в нашу экономику, в нашу региональную экономику. Мы не настолько богаты, чтобы отдавать их всех в военные училища. Не настолько богаты. Вот, может быть, они создадут те сельхозпредприятия, может быть, они создадут ту образцовую медицину, то образцовое образование, которое нам сегодня необходимо. Поэтому давайте более взвешенно подходить и к ориентации вот тех выпускников, которые сегодня заканчивают наши казачьи классы, кадетские наши училища. Это главный, друзья, кадровый наш потенциал. Уходящий год для казаков во многом стал переломным. Именно в 2016-м, после распоряжения губернатора, казачьим обществом стали выделять землю для сельского хозяйства от 300 до 500 гектаров, без возможности передачи в субаренду. В работу уже пустили 12 тысяч гектаров участков. У нас со станиц уезжают, нет работы. Если будет земля, у нас будет оставаться народ, будет работа. Стратегически очень правильное направление. Год-два мы станем на ноги крепко. Мы освоим кредиты. Главное сегодня, что мы должны налоги платить и получать хотя бы начать какую-то прибыль. Те деньги, которые зарабатывают казаки, они будут давать это все на развитие станиц, людей в станицах и хуторах. Стать финансово самостоятельными и не зависеть от бюджета – то, к чему должны прийти казаки в ближайшем будущем. В следующем году продолжится выдача земли. Однако, чтобы получить ее, казакам придется объединяться в кооперативы. Не должно быть даже намека на спекуляцию выделенными участками. Почему от вас нет никакого посыла, чтобы это создать? Потому что ведь и главы тоже, они реально понимают, кому доверить землю. Вот просто казачьему войску кубанскому, я их где-то здесь понимаю, они хотят доверить предприятию. Предприятию, которое может работать, которое может зарабатывать, которое должно получать прибыль. И от вас должны быть шаги. Навстречу должна быть инициатива снизу. И только снизу. Но если вы не показываете даже направление, то, конечно, мы сверху вряд ли что сможем увидеть. Создайтесь, организуйтесь, образуйтесь. Тогда на самом деле и главы поверят в то, что сегодня есть казачьи сельхозяйственные предприятия. И тогда по-другому я могу с них спросить и сказать, слушайте, вот если сегодня они есть, почему тогда у них нет реальной земли? Еще одной, по сути, реформой для кубанского казачества в этом году стало принятие решения назначения атаманов районных обществ заместителями глав муниципалитетов. Все эти новшества учтут и при разработке законопроекта о развитии российского казачества, который готовят на Кубани. В край уже работает специальная группа. Она направит предложения в Государственную Думу. В частности, о создании казачьей муниципальной полиции и отдельных казачьих воинских частей. Только реальными делами и службой можно добиться уважения среди населения, обратился губернатор к казакам. Мы не навяжем народу любовь к казачеству. Пока казак сам не влюбит народ в себя. Но не может быть по-другому. Все остальное опять будет вранье. Мы будем навязывать, навязывать, навязывать. Не нужно навязывать. Нужно реально влюбить в себя народ. Но реальными действиями, поступками, заботой о народе. Вы поставьте себя на месте обычного жителя и поймете, что вызвать у него авторитет. Просто парад, красивая форма, щелкание каблуками. Или по повседенной жизни вот тот казак, мужик, который реально заботится о своем селе, хуторе станицы. Который хочет сделать его лучше, краж. Вот просто надо вещь, смотрите, реально. Нужно то казачество, которое будет влиять на социально-экономические процессы в обществе. Не всегда удобный для казаков разговор с губернатором длился больше часа. Вениамин Кондратьев заметил, время возрождения казачества прошло. Теперь реальных дел должно быть больше, чем общих фраз. Казаки критику приняли, не рубив с плеча. И заверили, будут и дальше доказывать, они не только колоритная картинка. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Состоялась отчетно-выборная конференция Сочинского местного отделения партии «Единая Россия». Был выбран новый полицовет. Партийцы единогласно поддержали и Анатолия Пахомова. Он вновь выбран секретарем Сочинского местного отделения «Единая Россия». В начале конференции Анатолий Пахомов доложил активу и секретарю Краснодарского регионального отделения партии Николаю Гриценко о проделанной работе. В первую очередь он отметил победу партии на выборах депутатов в Государственную Думу. И здесь, конечно, огромную роль играет взаимодействие единороссов с общественными организациями и национальными объединениями. На сегодняшний день численность сочинского местного отделения партии «Единая Россия» составляет более 12 тысяч человек. В городе работают 268 первичных партийных организаций. И сегодня лидер единороссов ставит новые задачи воплощать уже не столь масштабные проекты, а более конкретные, те, которые волнуют людей ежедневно. Одним словом, быть ближе к народу. Я лично дал команду, чтобы во всех наших населенных пунктах провели сходы граждан, чтобы услышать людей. И по большому счету планы на 2017 год мы строили исключительно из тех предложений, которые будут делать наши жители во время сходов. За четыре года единороссами было рассмотрено 3288 обращений. Из них более полутора тысяч решено положительно. По остальным вопросам, которые не входят в компетенцию муниципалитета, направлены запросы в федеральные краевые службы. Так, по обращению муниципалитета к городу выделены федеральные краевые земли для многодетных семей. Уже в феврале очередники получат документы на 99 наделов бывшей федеральной земли в Кудепсе. Впереди передача краевой земли в Раздольном. А это еще порядка 50 гектаров. Именно инициатива единороссов легла в основу краевого закона о поддержке чаеводства, стратегического направления для Сочи. Работа городских властей и партийцев реализована и на федеральном уровне. Они выступили с инициативой о запрете узаканивания строений через суд. Это стало серьезным подспорьем в борьбе с незаконным строительством. Во всех этих вопросах Единую Россию поддерживает большинство сочинцев. Мы открыты. Мы проводим встречи. Мы проводим всевозможные форумы. И у каждого сочинца, не только члена партия Единая Россия, есть возможность с нами встречаться. И мы реализуем все то, что ставит перед нами наше население. Сочинское местное отделение проводит большую работу в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных партийных проектов. Это крепкая семья, детские сады детям, народный контроль, чистая вода, управдом, я люблю Сочи и многие другие. Помощниками в реализации этих проектов стали активисты молодой гвардии Единой России. Без них не обходится ни одно массовое мероприятие. Волонтеры участвуют в рейдах, антитабачных шествиях, субботниках, интеллектуальных играх и дебатах, пропагандируют здоровый образ жизни и постоянно расширяют свой состав. Огромная сила из 44 муниципалитетов. Мы, по сути дела, сегодня на второй строчке. Первый город Краснодар. А по опыту работы, по результативности, я бы вас назвал, может быть, даже самыми главными. Анатолий Николаевич стал сейчас на пьедестале почетно самым опытным и самым эффективным и управлянцем, и политиком. На отчетно-выборной конференции отметили, что в Сочи проделана огромная работа. Но, тем не менее, необходимо активизировать решение первоочередных задач в социальной сфере, вопросах импортозамещения, поддержки среднего и малого предпринимательства. Все это, в конечном счете, положительно отразится на качество жизни сочинцев. Елена Австицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И продолжаем. В ночь со вторника на среду воды не будет в нескольких микрорайонах Сочи. Причина – ремонтные работы на водозаборе по улице Гагарина, 73. С полуночи до 6 утра 21 декабря в связи с необходимостью ремонта на водозаборе по улице Гагарина будет временно прекращено водоснабжение санатория в Беларусь имени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют. Солнечный, Сочи, пансионат Анива, отеля Чеботарев, котельных номер 5 и 8, школа номер 4, 10, 12, Китай-Городская, детсадов номер 32, 34, 82, 105, 132, детского сада Умка. Отключение коснется поликлиники на Донской и детской поликлиники в переулке Пасечный. Без воды останется также жилой фонд. Это улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Цурюпы, Бамбуковая, Плеханово, Инжирная, Переулки, Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова. Возможны перебои в водоснабжении на улицах Тимирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская и Полтавская. В Мамайском тоннеле сегодня произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус «Газель». Перед тоннелем образовалась пробка. На место были вызваны спасатели. Они деблокировали мужчину из автомобиля и на носилках транспортировали его к машине скорой. Также, чтобы предотвратить возгорание, спасатели обесточили аккумулятор во втором автомобиле. По предварительному диагнозу, 32-летний водитель «Лады Калина» получил перелом ноги. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются. Строительство многоэтажки на Волжской, 32, снова остановлено. Сегодня на объект уже в очередной раз прибыла администрация, полиция и служба судебных приставов. Застройщик продолжает работы, несмотря на судебные решения. В интернете предлагают купить квартиры в самострое. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вы открываете или нет? Здесь сотрудники полиции и службы судебных приставов. Есть судебное определение о запрете строительных работ на этом объекте. Запрет есть, но несмотря ни на что, жилой дом на Волжской, 32, продолжает расти. После окончания строительства трех разрешенных застройщик взялся и за четвертый этаж. Администрация города Сочи обратилась с исковым заявлением в суд о сносе указанного объекта самовольного строительства. И определением от 19 декабря 2016 года были наложены обеспечительные меры. В том числе запрет на осуществление строительных работ, подключение к энергоснабжающим организациям, любым. И наложен также арест на сам участок и на само самовольное строение. Судебные приставы, полицейские, специалисты муниципального земельного контроля осматривают стройку. С такой же инспекцией они были здесь на прошлой неделе. На объекте было обнаружено более полусотни рабочих из Средней Азии. Уже тогда комиссия усомнилась в законности их пребывания на территории страны. Было вывезено порядка 55 рабочих, которые считают свой труд нелегально на территории города Сочи. На сегодняшний момент вывозится кран с данной строительной площадки. Но сегодня по-прежнему остаются сомнения, что дом пустует. Тому свидетельство – большое количество развешенных вещей, обуви, включенные обогреватели – явные следы чьей-то жизни. Самострой на Волжской взят под контроль судебными приставами. Они круглосуточно будут следить за тем, чтобы строительство не возобновлялось. Между тем, по сведениям интернет-сайтов, здесь должен появиться 12-этажный жилой дом – ЖК «Майами». Администрация просит сочинцев и гостей города быть предельно внимательными при покупке недвижимости в Сочи. Список самостроев можно найти на сайте мэрии. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Городской конкурс «Лучшее благоустройство территории города Сочи» продолжается. Претенденты на премии, районы, микрорайоны, улицы, курорты, дома и даже подъезды. Главные цели конкурса – это комплексное благоустройство и привлечение сочинцев к решению всеобщего вопроса, а именно наведение санитарного порядка. Расскажет Инга Габешия. Это микрорайон Макаренко. На недавнем, схожем с нынешним конкурсе, он признан одним из самых ухоженных в городе. За труды местную общественность наградили Кубком Победителя. Торжественное награждение Тоса Заречный состоялось на праздновании Дня города. Очередные грамоты со словами благодарности от имени главы Центрального района Тосовцам вручили и сегодня. Все награды члены территориального общественного самоуправления считают заслуженными. Отмечая, что в таком составе они за свой микрорайон радеют вот уже 22 года. Есть у жителей Макаренко шансы стать лауреатами и ежегодного конкурса «Лучшее благоустройство территории города Сочи». Его итоги подведут в конце декабря. Если нам столько лет доверяет население, значит есть основания на нас обратить внимание. Ну, спасибо. Будем стремиться, конечно, еще к большему, но в меру возможностей. Это достигается только совместно. Делаем все сообща, поэтому у нас есть и взаимопонимание. Конечно, не все жильцы относятся к своему жилью как надлежало бы. Поэтому приходится убеждать людей, что там надо подкрасить где-то в подъездах, фасады домов. Ну, есть свои сложности, конечно. Но до сегодняшнего дня нам удается находить взаимодействие. Благоустройство – тема в микрорайоне номер один. Но и о мерах безопасности забывать нельзя. Усилить работу с жителями и провести профилактические беседы по использованию пиротехники. Задача в том числе и домкомов, которые являются инициаторами еженедельных субботников. Все ухожено. Отремонтированы дома. Красивые улицы, чистые улицы. И жители относятся очень даже с любовью к своему городу и к дому. Все отзываются на просьбы, когда мы просим их выйти на субботники. Выходят с удовольствием и принимают участие не только взрослые, а и дети. Так живем дружно. Претендуют на звание самых чистоплотных и опрятных и жителей 56-го дома по улице Рос. Правда, не все, а лишь жильцы пятого подъезда. Здесь сочинцы не только создали новогоднее настроение, но и сами отремонтировали парадный вход. Именно за это они и стали бронзовыми призерами конкурса благоустройства, проводимого ко дню города. Но здесь продолжают создавать уют. На каждом этаже зеленые уголки и целая картиная галерея. В рамках репродукции полотен известных художников. У нас жительница с пятого этажа заносила пианино. Мы только ремонт сделали. Наши жители, пять человек вышли, женщины, до пятого этажа, до осторожного. Не обидеть угол. Когда люди сами вкладывают свой труд, средства, они это ценят. И советую всем остальным домам, у кого нет ремонта, взять тряпки, ведра, метлу, вымыть все, вычистить, сложиться и сделать ремонт. И тогда будет так же, как и у нас. И будет совершенно другой образ жизни. Правда, остаются в городе и отрицательные примеры, как эта детская площадка на улице Конституции. Поддерживать здесь порядок жители близлежащих домов не считают нужным. Купить банку краски, это все закрасить, или там желтого цвета, или красного, это не проблема. И два часа своего времени потратить в какой-то выходной день, даже, наверное, и приятно было бы тем же родителям сделать что-то полезное в своем дворе для своих детей. Ну, к сожалению, вот что есть, то есть. Ну, как только погода у нас в Сочи исправится немножко, на сырой не будет погоды, это можно будет сделать. Я думаю, что до Нового года все это исправим. Городской конкурс объединил и смотивировал сочинцев на наведение порядка в своих подъездах, микрорайонах и дворах, отмечают члены комиссии по подведению итогов конкурса. Самые ответственные получат в подарок новые детские площадки. Об этом на недавнем сходе граждан заявил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Первых гостей встретила главная адлерская елка. Ее установили на площади у районной администрации. Свои поделки к елке принесли школьники, победители районного конкурса «Лучшая елочная игрушка». Дед Мороз оценил мастерство ребят и одарил всех участников сладостями. Работы юных умельцев заняли почетное место на выставке в холле администрации. Подарки от главы адлерского района получили и представители районного совета ветеранов. А творческие коллективы детской школы искусств номер 6 представили для всех гостей премьеру уличного представления «Как петух с обезьяной вместо делили». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.